Очередная порция вранья от российской машины пропаганды к вашему вниманию. На этой неделе, как и на всех предыдущих, пропагандисты несли полную ерунду в своих эфирах. Вот, например, рупор Кремля Дмитрий Киселев пригрозил ударом по четырем мостам в Германии в ответ на возможную ракетную атаку по Керченскому. Пропагандист заявил, что равноценных Керченскому в Германии нет, поэтому придется обратить внимание на другие. В этой довольно тесной стране, конечно, нет таких длинных, как Крымский, но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел. Вот, например, автомобильный железнодорожный мост Феморзунд в Балтийском море. Длина чуть менее километра, но пропускают под собой и океанские лайнеры высотой до 23 метров. Чем не ответная цель для нашего гиперзвукового циркона. Но если уж немцы хотят рушить наш Крымский мост по всей длине, а не просто делать в нем дырки, о чем тоже шла речь, то придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать ответный ущерб по погонным метрам. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова вслед за Киселевым тоже начала угрожать Европе. Она заявила, что если в странах Северной Европы появятся ядерные объекты, они станут законными целями в случае войны между Россией и НАТО. В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия, безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает. Потому что и другие страны, страны-соседи, страны континента, а учитывая нынешнее развитие технологий, я думаю, что страны не только этого континента будут вынуждены все это учитывать. Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать, подобные объекты будут представлять собой источник предмой угрозы и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсировано ведут дело США и их сателлиты. Без Соловьева, конечно, не обошлось. Сначала он у себя в студии рассказывал, что Россия сохраняет европейские ценности. Вот мы всю жизнь воюем с Европой. Да. И какой вред Европе? Мы ее регулярно освобождаем от очередной скверны. Какой вред мы им наносим? Мы сохраняем истинные европейские ценности. Ну а потом, как всегда, начал рассказывать, что всех европейцев надо уничтожить. Да вообще, стереть у вас лица земли ядерным оружием. Новые вырастут. Нет никакой проблемы. Ничего страшного не случится. Я понимаю ваш настрой, но не весь русский народ так думает. А весь русский народ, значит, выходит с утра и думает, как бы не нанести удар Макрону. Да если русский народ думает, что пошел этот Макрон к какой-то матери. Это мы можем. И эхо привычно ответило, мать, мать, мать. У вас мощная команда, закажите в своем исследовании. Да я знаю эти исследования. Вы хотите узнать, что думает русский народ о Европе? Вы сейчас серьезно? Серьезно? Виталий Тович, ну вы пообщайтесь с русским народом, он вам скажет. А вы думаете, я снимаюсь меньше, чем вы? Я уверен в этом. То есть, при том, вот даже сомнений никакого. Ну, Ванюш, я понимаю, что у вас связи, которыми король позавидует. Нет, это не связи с король, это очень просто. Я просто сижу в эфире 12 часов по утрам, где идут постоянные сообщения, идет постоянная обратная связь с аудиторией. А еще на российском ТВ вышло новое шоу «Политическая прожарка», где гости пытаются типа шутить. Только выглядит это, конечно, как сборище каких-то невменяемых и глуповатых товарищей. Если Петр Первый прорубил окно в Европу, то сегодня мы будем рубить правду. Сегодня прожарка всего Евросоюза. Аплодисменты. Сегодня с нами Аскар, человек, который на одном интервью нес так много ху**, что донес немножечко сюда. И теперь она вокруг меня. Президент Латвии вампир наполовину, он только с***. Тем временем в студии Манучарова Ахлобыстин признавался в любви Путину. Я очень хорошо помню, что было в 90-е, до прихода Путина. Либо так совпало, либо это его достоинство, что вот так изменилось. А изменилось явственно. Потом он мне близок по взглядам, по верности своим друзьям. Он мне симпатичен по методологии подхода к общению. Здесь много, сравнивая с другими, опять же, методом сравнения, методом личного опыта равных нет. Я не знаю, я не буду говорить плохо о других кандидатах, но тех я не знаю. Ахлобыстин радуется, что в школы к детям ходят участники войны, которые приводят в порядок головы детей. Тот факт, что урок мужества проводит, скажем так, бывший зэк, который кого-то убил, Гайданутова не смущает. Мне очень нравится, пока еще неловко это делается, но проводимые как уроки о главном. Мне нравится, что туда ходят ребята, как участники СВО. Они сейчас приводят в порядок голову детям, которые будут через 4-5 лет достигнуть возраста голосования. Это будет совсем другая нация. Совсем. Даже мы не будем такими, как они. У них уже это будет в крови. А еще в России началась пора вирусных видео, где россиян зовут голосовать. Не дай другим решать за тебя. Голосуй сам. 15, 16, 17 марта. Машину помыл? Помыл. А маму мою с днем рождения не забыл поздравить? Конечно, не забыл. Даже цветы завез. Умничка моя. А проголосовать заехал? Нет, не успел. Солнышко, да какая разница? Без нас не выберут, что ли? Ты хочешь нашего ребенка без материнского капитала оставить? А нас? Без семейной ипотеки? Я успею. Я успею. Я успею. Ну а это видео просто шедевр. Внимательно смотрим. Екатерина Михайловна, поздравляем вас с юбилеем. Мы с коллективом проголосовали. Вы не проголосовали? Я думала, что вы. Я вообще забыла. У меня дела были. И вот выбрали вам подарок. Коллеги, вы п***нулись? Только никакого отношения к избирательному процессу все это не имеет. Псевдовыборы, которые должны состояться в России, это просто спектакль, в котором главный актер Путин, который и останется у власти, скорее всего, до конца своих дней. Такой вид деятельности это не совсем мое, должен вам сказать откровенно. Ну и накануне псевдовыборов российский президент снова блеснул своими интеллектуальными возможностями во время церемонии закрытия Всемирного форума молодежи, который проходил в Сочи. По версии Путина, Бельгия, как независимое государство, появилась на карте мира в значительной степени благодаря России. Бельгия, вы, наверное, знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира, как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России, позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения, но имеет значение то, что у нас есть со многими странами мира своя предыстория отношений, и, как правило, она носит позитивный характер. А еще Россия – страна, которая непосредственно руководствуется Богом. Ну, по версии Путина. Россия – это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что, если это не так, непонятно, как она вообще существует. И финалочка. На этом форуме, где выступал Путин, гостям раздавали плюшевые игрушки в виде Путина. Их назвали «путяж». Что здесь сказать? Крыша едет не спеша. Продолжение следует...